Время этой съемки полдень. В этот час на Клязьминском мосту обычно проблем с движением не наблюдается. Но сейчас автомобилисты здесь еле едут. Движение из загородного в сторону центра на минимальной скорости. Причина начавшейся на мосту ремонт. Теперь днем здесь машины проезжают с трудом, а по утрам и вечерам встают в многокилометровые пробки. В понедельник было полегче, а сегодня вообще было от поворота, ладожского поворота. Была пробка. Не очень удобно. Сколько времени спели? Я не считала. Я просто должна была приехать в полдевятом, а приехала в девять, выехала с запасом. Большой ремонт моста в загородном стартовал в понедельник. На объект вышел подрядчик и перекрыла одну из трех полос. Ту, что в сторону центра. Здесь уже приступила к работе тяжелая техника. Сейчас они снимают на мосту старый асфальт. Дробят здесь 11-сантиметровый слой. Общий фронт работ дорожников – 6000 квадратных метров полотна. Ремонтировать полосы будут поочередно. Обновят и ограждения моста. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Конструкция проджавела и повсюду в дырах. Поэтому ее демонтируют и установят новые ограждения длиной порядка 500 метров. В целом, с тем, что мост давно нуждался в капитальном ремонте, владимирцы. Согласны. При этом владимирцы убеждены, время для ремонта моста власти выбрали не лучшее. Безусловно, такие работы всегда отражаются на пропускной способности. Но пробок в таком масштабе можно было бы избежать, если бы, например, ремонт моста не совпал с работами на южном объезде. Сейчас обе дороги частично перекрыты. К чему была такая спешка? Этот вопрос редакция нашего телеканала задала главе города во время его сегодняшней пресс-конференции. Дмитрий Наумов констатировал, затягивать с ремонтом моста уже было нельзя из-за его состояния. Проблема была в том, что в предыдущий ремонт, в предыдущие периоды очень много попало асфальта асфальтобетонной смеси в швы, технические швы на мосту, которые перестали функционировать в нужном формате. Что могло привести к детонации и обрушению самой конструкции в полной или частичной мере. Мы хотели только заменить ограждение, чтобы, не дай бог, не было никаких несчастных случаев, а оставить полуполотно моста в том виде, в котором оно есть. Но состояние его ухудшалось с каждым месяцем, и было принято решение, все-таки выделить дополнительные средства на то, чтобы выполнить ремонт. И чтобы этот ремонт шел быстрее, власти города пытаются договориться с подрядчиком о круглосуточных работах, но пока безуспешно. Единственное, что сейчас могут сделать в районе моста, это усилить контроль за движением, в частности большегрузов. Вопреки знакам, они все равно там передвигаются. Администрация уже направила обращение в госавтоинспекцию с просьбой организовать в том районе экипажи ДПС. Отмечу, по графику, ремонт моста должны завершить к ноябрю.